Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это продолжение моей дуэльной партии против человека под ником Айзен. Второй тур моего седьмого дуэльного турнира. Если вы не сорели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылочка на неё появляется в верхнем правом углу. Начните просмотр сначала, ну а всем остальным приятного просмотра. Тут отходил, я подумал, что нафига я строю чеченицу, если я могу просто Айю Софью построить и у меня будет религия. Правильно? Да, дольше, но... Так, что нам тут? Давайте рынок. Или нет, этот маяк, потом рынок. Ух ты. Ладно, тут постоим. Хотелось бы вообще, конечно, найти Зулуса. Наконец-то. У него очень большие проблемы. У него и наука не идёт, видимо. Вот что значит забить на развитие... То есть он построил библиотеку, ну то есть он хотел рашить меня голиасами, не имея даже представления, где я. Что, конечно... Очень самонадеянно. А я спокойно развиваюсь. У меня есть деньги, у меня есть наука, несмотря на то, что я... Не строил библиотеку. Ну вот и что ему сейчас сделать? О, видите, он пытается деньги получить с этого... Но этот ему лагерь будет на один ход. У него минус 17 вход денег. При этом... А, ну у него больше армии, чем у меня, блин. А, нет, цуи, у меня больше. Фу ты. У меня при этом ещё больше армия. То есть, содержания, слава богу, мне хватает. Не знаю, он куда-то вот сюда уплыл голиасом. Я боюсь, как бы он вот тут не прорвался ко мне. Может сплавать пока. Тем более, что он явно пока на меня тут нападать не будет. Ну, пускай занимается там. Чём он там занимается? Пойти его дуболому пообстреливать, что ли? Так. Что у нас тут? Рынок построен. Мне что-нибудь на культуру бы, чтобы вот... А, слушайте, так я уже купить могу. Отлично. Просто великолепно. Вот так тогда. Всё. Сейчас ещё Аюсофью дострою. Прям праздник будет. Не знаю, как он тут провёл свои... Может, он всё-таки тут провёл свои голиасы и... Ну, вот видите, он получил золото. Ух ты, у него на целый ход теперь будет наука. Ну, еда у него есть. Правда, я не знаю, зачем ему еда, если у него нету счастья. Ну, правда, есть какой-то ноль у него, наверное. Не хочу захватывать триллиум, потому что тут могут... Хотя он, наверное, голиасами обстреливал лагерь. Ладно. Минус двенадцать, кто-то бы там атакует. На воду. Ладно, пойдём лечиться. Может, построить юнит какой-нибудь и пройтись по этим лагерям всё-таки. Кто тут... Ну, скаута просто. Скаута построим. Самого обычного скаута. Внизу уже какие-то варвары. Дело в том, что в эту сторону к нему ближе плыть. Я, кстати, не знаю, чего я так и не делаю. Тут, наверное, всё-таки проплыть можно. Золотой век закончился. Вот уже его границы похожи. Не, я не полезу. Ну, нафиг. Всё, он, кстати, на две техи впереди. Но в ренессанс-то он не вышел ещё. Так что эти две техи вполне могут быть... Знаете, что? Берконстракшн? Не знаю, какой-нибудь айронворкинг. Нет. А! То есть он вот в металл-кестинг вышел. Ясно. А в образование он вышел? Походу, нет. Походу, я первый. Что очень-очень хорошо. Потому что универы сейчас мне дадут очень крутой буст. И я каравеллами? Так, ну тут, походу... Тут, походу, универ не построишь. Ну, ладно, пускай строится. Так, пошли в астрономию. Кстати, а сколько у него городов? Я что-то не посмотрел. Три. А куда делся лагерь? А, я же его захватил. Тьфу ты. Вот еще лагерь. Отлично. Тьфу ты. Продолжение следует... О, хоть армию строит, что-то не похоже. Так, мне надо как минимум 100 золотых, чтобы... 110, по-моему, чтобы апнуть. Но у меня, походу, не будет. Так что лучше... Просто... Ну, просто построить надо будет. Тем более, что в эту сторону ближе плыть. Тут так, походу, проплыва нету. А может и есть. Интересно, он пускает морские караваны или нет? Эксплорейшн он взял. Тоже нет. Он закрыл волю. Видимо, ученого и посадил в академию. Так, тут нету проплыва. Хорошо. Хорошо. Пускай лучше производство дают, я не хочу, чтобы меня у Лунди росло. Колосс, ну, это он деньги дает, колосс, как бы, в принципе, свой резон есть, то есть, иначе у него науки просто не будет. А я деньги получаю по-другому. Так, знаете что, я, пожалуй, миссионера куплю. Не устаю радоваться тому, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. 2GIS это электронный справочник с картой города, в котором уже больше 250 городов России и еще 8 стран мира. Нет, не проплыть тут. Лучше возвращаться и потом апать, например, во фрегаты. Хотя у меня денег не будет, и у него тоже не будет на ап. Вопрос только, есть ли у него железо. Железа у него пока тоже нету. Во, еще железо. Блин, 6 штук. Ай-яй-яй. Сюда надо город. Прямо по нижней ветке пошел. Настолько все плохо. Настолько все плохо. Настолько все плохо. Ну, армия у него вроде больше не стала. Может напасть тремя... Голиасами. Ну, у него очень хорошие места. По сравнению с моими, то, что я вижу. Ну, и куда мне будет ученого посадить? Ну, убил. Он может не садить, а... сжечь его точно. Я его сожгу в навигацию. Пускай у меня не будет еще железа, но я смогу хотя бы каперы строить. Каперы, ребята, неплохая вещь. Так, знаете что, давайте-ка мы тут Сеттлера построим. Тролли-балли, это вам не Тили-Тили. Так, все очень неплохо. Я, по ходу, первый выхожу в астрономию и зажигаю ученого. Сколько он мне пока дает? 289, а навигация стоит 886. Как вы понимаете, как вы понимаете, Оксфорд я построить не могу. Как раз хотят мрамор. Так, мне надо что-то с этим лагерем сделать. Я буду прямо на железо город ставить. Слушайте, интересная вообще карта. Она заставляет как как бы не по шаблону играть постоянно. Очень мне, в принципе, эти островки нравятся. И как бы то, что стратегического баланса нету, но этого железа нету и моего соперника. И как бы нам пришлось за него бороться по-хорошему. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Так, чеченица, чтобы нам тут еще построить... Вообще, вавзолейгель карнавский неплох, тем более, что я буду использовать ученого. Мне даст еще 100 золота, так что давайте, да. А вот мой соперник, кстати, может через Оксфорд выйти. Ну, опять же, у него нет железа до сих пор. А, вот у него железо. Что у него с деньгами? Денег у него нет. А у меня деньги на апгрейд есть. И если я оставлю тут город... Кстати, надо бы тоже еще скауты на всякий случай. Так, у меня появляется счастье. Я просто думаю, что мне лучше вот тут апать. И с этой стороны к нему плыть. Да, он меня тут зажать, кстати, может. Ну, чем он и занимается, блин. Ну, блин! Бездарный слив, Леша. Просто бездарно ты это сделал. Леша добрый по натуре, жизнь на берег косяк. И если был бы он не дурень, был бы клевый чувак. Так, надо хоть лечилка есть. Попробуем использовать. Блин, ну какой я дебил, а? А, вот он ведет сюда посела. Ясно. Ай, е-мое. Зачем я сюда привел... Дебил, блин. На ровном месте. Просто на ровном месте. Так, а сколько надо для 110? Так, если мы продадим 6... Не хватит. Ну, блин. Он еще вылечиться успел. Он ведет себя рабочим. То есть он собирается город не на... Не на железо ставить, а рядом. А потом рабочим это еще обрабатывать. Ну, как так, Леша? Ну, блин. И все из-за того, что я сюда заставил два своих Голиаса поставил. Ну, я не дебил. Полностью нафиг отмороженный дебил, конечно. Ну, я буду каперы фигачить. Я не знаю, что мне еще тут делать. Больше вариантов нету. Ну, что, ставит город или вниз еще пойдет? Петру построю. Ну, ему еще, как минимум, это железо купить надо. Видите, я его... Хотя у него есть деньги. Я бесполезно построил поселенца. Хотя, может, и не бесполезно. Если я этот город захвачу, то поселенец понадобится. Так, скаута, я думаю, можно удалять. Собственно, и тут скаута можно не строить. Так, два входа. Используем. Трефорт. в этом ставить город стоим пока так так 383 пока не хватает то есть пока у меня тут на 640 примерно так а сейчас 392 600 700 еще один ход подождем а он же еще не вышел в ренессанс да да вот он купил купил только что железом давайте-ка на бамбе импи построим чтобы это железо грабить под защитой фрегатов ну я только один фрегат смогу проапгрейдить что у него с деньгами у него деньги есть откуда-то так ну в принципе давайте следующим ходом и канда закончится я начну тогда там строить каперы и и Сколько ходов? Три. Он, наверное, уже обработал. Нет еще. У меня на один ап фрегата есть только деньги. Только на один. В принципе, я еще могу использовать адмирала. Это мне еще 100 даст. Как раз 2 будет. Почему, собственно, и нет? Как бы адмирал мне тут особо не нужен. Ну, он дает, конечно, 15%. Но у меня и так будет круче, потому что у меня фрегаты. Аквасасны двумя фрегатами и импи должен взяться. Да, наверное, так и сделаем. Я использую адмирала. Это плюс 100, то есть 144. А для апгрейда надо 120, то есть 240. Да, 120, отлично. Два фрегата Аквасасны должны взять. Железо он так до сих пор не обработал и в средневековье, в Ренессанс он не вышел. Так, давайте пока Аквасасны посадим. Не понимаю, он обрабатывает овец вместо железа сейчас? Интересно. Так, вот у меня появляется железо. Вот я использую адмирала. И вот я апгрейдю голиасы. И вот я июня отговариваю. КОНЕЦ Так, надо убивать Аквисасмы и на его месте ставить наш город. Ну, он меня уже обогнал по населению Блин, вот не в тему, конечно Это каравелка Аквисасмы Да, он железо так и не обработал То есть он в первую очередь пошел… Интересно Аквисасмы Аквисасмы Слушайте, может мне города соединить? Какую-то получать? Раз, два, три, четыре… Блин, нафига мне этот юнит? Так, ну надо сейчас его использовать, иначе у меня будут юниты распускаться Я хоть денежку получу Так, соперник вошел в Ренессанс Эээээ… Аккуратно пускай три рема обстреливать блин 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Так, давайте подумаем Вот если я сюда высажусь Он может моего Со многих сторон обстрелять Но при этом я могу полечиться Зато если я высажусь тут То он может Только из-за Квесасны Два раза выстрелить Потом я могу захватить его город Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка О, бегают караваны Ладно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да ладно Ладно, он не видит моего этого 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 Блин, может не сжигать В принципе-то железо получается теперь у меня есть Нафига мне посел Главное не дать обратно отбить Ну пока приватеры будем строить, потому что еще непонятно Если меня этот город отобьет, то получается, что у меня минус по железу будет Что, конечно, не очень классно Субтитры сделал DimaTorzok Как ему тут варвары гадят Так Видите, как важно было выйти первым Так, и я могу проапгрейдить Так, и я могу проапгрейдить Во фрегат По идее, я уже думаю, что он не отобьет этот Хотя он чем-то атакует Ну это Он, видите, он не город атакует, а мои корабли Ладно, рискнем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Да, тут ему, походу, караван варвара разграбили Тот караван, который я хотел разграбить Ну два железа у него есть Это вот эти В принципе, я могу Какой-нибудь юнит построить И поплыть туда, попробовать его Грабануть Ну, религию взял Что за религия? Ну, это плюс два на золото Ну, или так, да Отлично Ну, это плюс два на золото Ну, это плюс два на золото Блин, как бы меня этого фрегата пираты не убили Ну, что он там не запускает? Ну, что он там не запускает? Фух Да, вот сейчас было Важная, конечно Фигня Но мы Так, давайте-ка Сиппорт А потом будем Фрегаты клепать Сиппорт мне еще даст Молотки От этих морских ресурсов Тут будут стоять Ух ты Слушайте, сейчас каперы Варварские будут Вообще лютовать, по-моему У меня есть такое подозрение Каравелла пока Строится Ну, строй, строй Что-то уже Жемчуг обработал Да, надо уже в эту сторону Будет корабли запускать Знаете что? Надо Юнит опять же построить И пойти ему Железо разграбить Блин, тут ему варвары, конечно Откуда они тут взялись Вообще интересно Да ладно Увидел моего капера Да ладно Ну Ну не гады Не, буду стоять Лечиться Ну нафиг Стена тут уже готова Пускай эти варвары Ему тут досаждают О, по науке Мы уже сравнялись Так, вот что тут Постаю Если он Решит поближе подойти Он не очень хорошо Город свой поставил Я не Не очень Ну, хотя Я бы, конечно Прямо на железо ставил Но что мне уже сейчас Ставить на железо Если он мне его обработал А, блин Я поставил Чтоб мне города не росли Я зря Пускай улунди И на бамбо Вырастут Хотя с другой стороны Вот что улунди Обрабатывать Нечего А умгунду Тоже нечего Так что пускай Не так А вот На бамбо Может расти Потихоньку Так, что у нас По армии Ну Вроде Все Очень О, он уже Начал фрегаты Строить Но у него Только два фрегата Можно построить Да, блин Ну как ты меня видишь Ё-моё Глазастая Пачварина Пачварина Это Существо С белорусского Чтоб вы не думали Что я кого-то Оскорбляю Продолжение следуетت Понятно, что я буду тут собирать потихоньку армию, потом просто на Анандангу как нападу. Чё, серьёзно? Блин, как ты достал меня, а? Как тебе такой манёвр? Боже, ты мой. Но всё, у меня крашнулось цело. Ну, в общем, грузим сейф из-за того, что у меня крашнулось цело. Ну, блин, очень я не люблю, когда именно в такие моменты происходит то, что произошло, потому что там очень важно мне поменять корабли местами, иначе он меня убьёт фрегат, чего я, конечно, не хочу. Вот, слава богу, я это вроде смог сделать. Так, отлично. Так, отлично. Отлично. Смог я тут всё как я хотел сделать. Отступает он. Ну, я надеюсь, что варвары его там гнобят всячески. Очень хочу в это верить. Так, мне эти варварские корабли не нужны. Так, что по деньгам? У него минус четыре, денег нет вообще. Варвары его там напрягают. Вот мне главное закончить сейчас этот морской порт, и у меня как пирожки будут фрегаты клепаться. А он может только два фрегата сделать. Вот видите, у него только два железа. Мне главное сюда высадиться своими. Так, а что бы мне не проапгрейдить? Да, пускай. Так, у меня минус восемь, у него минус девять. Не буду ходить, пускай все лечатся юниты. Потом, когда у меня импи появится, я пойду. Так. Давайте порт и здесь давайте, наверное, порт построим, потому что деньги надо откуда-то брать. В Улунде я порт построил, хоть соединим типа морскими торговыми путями, и будут какие-нибудь деньги. Циркус Максимус. У него счастья не хватает очень сильно. А я еще даже арены не строил. Для счастья. Ну ладно, пока не будем высаживаться. Что он тут убил у себя, да? Куда поплывет своим... О, сейчас у меня тут производство. Плюс еще эта фигня дает определенный процент... Так, где она? Плюс 15% к производству морских юнитов. Так что... Сейчас у меня тут фрегаты должны как пирожки. Так. Банковское дело я открыл. Ну пошли в индустриализацию. Логотик사 Капер сам мне в руки идет Блин, убил его Это я зря Так, а этого капера смогу 50% Еее Отличненько Так, ну по идее я должен ему не давать обрабатывать эти клетки Наверное увидит сейчас меня и пойдет О, у него тут внутреннее озеро, смотрите Прикольно Так, где мой Стоп, а где, куда импи... А, блин, я переключил случайно, е-мое Это вот, чем мне не нравится сейвы загружать, потому что потом убираются галочки вот с очереди Видите, я импи не построил, мне надо идти железо грабить Ну, проатакует, он не убьет его Так что, пофиг Так что, пофиг Жаль Жаль Ну, в принципе, если я разграблю его железо, то ему надо сдаваться А Нанданга берется, ну все города тут берутся Море я, походу, контролирую Я не вижу у него тут Какой-то возможности выиграть уже, походу Вот это было очень важный город О, даже не атакует моего импи Никто, блин, убили Шпиона Ну, все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так Поплыли О, бегает Караванчик Упс Но у него один должен быть всего лишь, один Поэтому, я думаю, можно без зазрения совести атаковать Ой, каперы Но у него тут, конечно, фарш Самый настоящий А что у него, кстати, с политиками? Он, да, все-таки принял exploration Ну, производство одинаковое, видите А железо я сейчас буду контролировать Эти железа больше у него нету Но очень странно У него все железо рядом с ним было И он его не загробастал Очень странно, по-моему Убили, блин, импи мне Ну, что я за дебил? Ну, как так? Задолбало меня это Задолбало меня это Видите, ему повезло Ему не пришлось ради второго города открывать оптику А мне пришлось У него все на одном остре А он вообще должен тут побеждать Просто без вариантов Я не знаю В чем там дело Но он вроде не захватил Просто... Просто... Знаете, почему у него столько много тут варваров наплодилось? Потому что он построил Много... Блин, да ё-моё Много морских путей своих И у него эти морские пути Вот превратились В проблему с варварами Ну, я весь по счастью пошел Что-то я опять не успеваю Нифига, блин Ну, все Теперь надо скаута довести Все-таки До... До дислокации Отлично, паводы Минус 19 А у него... А у него просто 19 Откуда у него... 19 золота в ход Откуда у него деньги взялись? Непонятно мне Минус 19 Не у юнитов, походу, нету вообще похоро... Ну, там вот стоят... внизу еще какой-то мне надоели а а а а а а а а а Он, наверное, банки построил, вот еще. Может быть объяснение появления денег, кстати, надо глянуть просто. Юниты расформированы, зато вот торговый путь появился, отлично. Так, давайте-ка лучше банки строить, а не колизей. Так, давайте-ка лучше банки строить, а не колизей. Так, тут банк построится, тут рынок построится. А, я не могу еще посмотреть, хотел посмотреть, что у него там с банками. Ну, Петра у него тут хорошая, конечно, у него в осенинке же Петра, да? Да, вон она, в море. Петра хорошая. Да у него вообще место офигенное, я не знаю, как тут можно с таким местом до сих пор не выиграть, честно говоря. и железо все рядом с ним. Так, рынок, и постоим тут так ну что поплыли анандагу брать по идее вот с четырех клеток обстреливается да а Продолжение следует... 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 Хороший у него тут заплыв Ему можно тут контролировать Чтоб к нему никто не плавал Караваны не захватывал Но Это Ничего ему не помогло Потому что неправильно играл А пойду я Гранд Ривер захвачу Да Ответочка Гранд Rивер Гранд Ривер Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, подтолкнем, может, его к сдаче. Продолжение следует... Интересно, на что он надеется... Или просто до конца уже доиграть хочет, типа... Ой... Так, у меня проблемы с железом появились. А, ну просто надо тут убрать из очереди. Все, проблемы пропали. Опять проблемы с железом. Тогда уберем этого из очереди. Так. 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 Так, будем и сининку брать. Походу рассинхрон, потому что тут появились корабли, которых тут не было. Так, интересно. Ну, там барбары убили. Так… 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 Продолжение следует... Так, нафига на эту арену? Банк давайте. Ну все, начинаем осенинку убрать. Уже скучно, уже все понятно. Ой, блин, не туда. Пошел, уже расслабляюсь. 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 Ну все, следующим ходом осенинка берется. Что-то убился от меня, что ли? Каравелла. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Пошел, уже расслабляюсь. Как бы смысл тут уже... Тут реально без вариантов. Ну, хочет поиграть человек. Давайте поиграем. Нет. Нет, нет. Ну а смысл тут продолжать? Все, уже у него один город остался. Тут просто без вариантов. Ну что я могу сказать? Место у моего соперника было намного лучше. Он мог не открывать оптику для того, чтобы поставить второй город. То есть, у него были все предпосылки для победы. Он построил библиотеку. Он раньше выходил в Голиас. Значит, в чем он не прав? Он не сделал разведку. Не нашел меня. Хотя, вот я бы с таким местом нашел. Тут, кстати, проплыва не было в эту сторону. Да. Хорошо. И не нашел, где железо. То есть, не поставить город, который использует два железа. Единственных... Ну, вот еще, правда, ресурс. Железо. Но это два. Самый главный вот ресурс. Шесть штук. То есть, он должен был вначале сюда ставить город, а не куда он тут. Ну, а Сининка, да. Вот третий город не сюда ставить, а вот сюда. Причем, вот тут мрамор есть. То есть, вот сюда можно было поставить. Он дотягивается и до мрамора, и до железа. И все. Я не знаю, как мне тут побеждать. Но, в итоге, мне удалось его просто продавить благодаря моему производству. То есть, я очень правильно взял пантеон на лодке. Очень правильно вышел в оптику, построил маяк. То есть, это все каждый плюс молоток, плюс молоток. И, в итоге, видите, у меня Улунди. Возможно, даже более производственный город, чем у него. Сорок. А у него Нанданга тридцать шесть. Представляете? Хотя, у него место намного лучше. Сплошные холмы. Две меди. Ну, блин. Этот олень. Вот что у него, кстати, олень. Откуда у него было в начале игры еда и производство. Если бы я играл с равным соперником мне по силам, то я, конечно, бы тут проиграл. Тут не важно. Ну, собственно, поэтому именно я для этого сделал в начале турнира такие несбалансированные карты. Типа запад-восток и островки. И чтобы люди с разным уровнем мастерства могли вот как-то более-менее на равных условиях, типа, бороться. Айзен мог выигрывать. Мог выигрывать, но не воспользовался шансом, что у него место намного лучше. Ну, все. На этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Канал Леша играет. Не забудьте подписаться, раз вы до конца досмотрели. И пользуйтесь 2GIS, а также играйте в умные игры.